Меня зовут Сколос Николай, я аналитик в компании DataArt. И сегодня я хочу поговорить с вами о таком замечательном инструменте, как Domain Specific Language, сокращенно DSL. Я понимаю, что мы как аналитики можем работать исключительно с салфеткой и карандашом, ну, как настоящие инженеры, которые с помощью изоленты WD-40 могут собрать что угодно, где угодно, и займет это пять минут. Но мне нравится все-таки работать с разным инструментарием, в том числе с достаточно сложным инструментом, у которого есть большие ограничения, есть большие возможности. Сегодня я хочу поговорить об этих возможностях. Что такое DSL? Вообще, кто слышал это понятие? Поднимите руки. Отлично, половина зала. Это формальный язык. Он близко отстоит от языков программирования. Большая часть DSL, которые мы сейчас посмотрим, разные примерчики, они на самом деле относятся к этой категории, они исполняемые. То есть их можно запихнуть в какую-нибудь виртуальную машинку, и она вам что-нибудь сделает, не знаю, посчитает, покажет, whatever. Но не все из них. Часть языков относится к неисполняемым. То есть это просто такая сугубо формальная запись, если уж говорить совсем-совсем плюс-минус километр. Это всякие наши любимые форматы use story, job to be done. Они в некотором роде такие про-про-прообразы тех самых DSL, потому что задают четкий формат с какими-то словами, куда мы должны подставить нечто, и там все будет хорошо. Второе большое деление — это внутренние и внешние языки. Что такое внутренний язык? Внутренний язык — это когда вы берете вашу систему и говорите, я хочу, чтобы пользователь вот прям ручками прям там что-то ей объяснял, и она что-то делала. Хороший пример. Jira, наверное, более-менее все пользовались. Там есть такая штучка, называется GQL. Кто знает про GQL? Вот, да, вот это хороший пример внутреннего языка. То есть вы можете нечто исполняемое, прямо вот не привлекая разработчиков, написать под свои нужды. Внешний язык — это немножко другая история. Это мы берем что-то и прикручиваем ко вне системы. То есть система вообще ни сном, ни духом, что там, короче, рядышком с ней лежит. И вот эта история как раз в основном про базовый путь для требований. То есть легко стартовать именно с этого пункта. Сейчас покажу немножко примерчиков вообще, какие DSL-ли бывают. Кто-нибудь узнает что-нибудь из этих разметки? О, есть люди, которые узнают эти разметки. Это формальные разметки. Они очень, на самом деле, распространены. Разработчики, например, Марк Даун очень хорошо знают, их писатели, RST, Viki разметки. Вот тех, они в этом сидят просто не в УАЗе. Что мы здесь видим? Да, мы видим здесь некоторые элементы синтаксиса, типа там разное количество скобочек, какие-то ключевые слова, еще что-то. И вот это потом попадает на некоторую виртуальную машину, и она из этого рендерит нам красивый HTML-ный текст, который мы можем напечатать, куда-то ставить, куда-то отобразить, в общем, как-то с этим работать. Языки DSL бывают очень разные. Вот это язык дракона, который был разработан для программистов Buran. Это графический язык, и они писали алгоритмы бортовых компьютеров, вот, короче, таким способом. Есть Геркин, Геркин, кто-нибудь узнает? Во, Геркин, Геркин побольше узнает. Геркин имеет два варианта. Вы можете на нем писать просто как на given than notation, а можете как бы писать автотесты на нем. Почему нет, как бы все интегрировано. Чуть более интересные, специфичные примеры. Это вот полностью исполняемая история про вычисление матриц. Вот, короче, программисты вот прямо на этом пишут, а бизнес прямо вот это вот читает. Другой пример коммуникации тоже команды и бизнеса. Это специфический инструмент для создания различных медицинских отчетов. И, в общем, внутренние отделы АСУ больниц могут вот на таком специальном редакторе, на специальном DSL-е фигачить очень сложные условия отбора там чего-нибудь из большой-большой базы данных медицинской системы и получать результаты. Чуть менее типичные примеры. Про них обычно не говорят, что это DSL, но, по сути, они таковыми являлись или являются до сих пор. Perl задумывался как язык манипулирования текстом. Это потом, короче, он стал языком более общего назначения. SQL в своем, вот как он зарождался, это исключительно язык для манипуляции всякими разными религиозными сущностями и ничем больше. XML, R — это статистика и иерархическая структура. В общем, на самом деле DSL нас окружает, мы просто не всегда задумываемся о том, что мы уже работаем с каким-то таким специфическим доменным языком. Все остальное, что я буду дальше вещать вам примерно 35 минут, я буду рассказывать, перекликаясь с примером с одного из моих текущих проектов, где мы, начиная с 2016 года, сначала разработали свой собственный язык, а потом его продолжаем развивать. Поскольку в слове DSL первая буква domain, нам очень важно понимать контекст, в равенках которого язык существует или когда-то зарождался. Значит, контекст — это почти 4 года назад. Это финансовая система, проект небольшой команды по замене и расширению старой системы. И, в общем, это в основном были про веб-приложения, странички, пользователи. В общем, все очень просто. Через какое-то время у нас произошел сдвиг парадимы. Если раньше мы думали, что у нас приложение будет расти по количеству страниц и того, что можно делать в приложении по количеству сущностей, мы немножко ошибались. У нас начало расти количество бизнес-правил в системе. Причем количество сущностей значительно не увеличивалось. У нас были заявки, счета, платежи такие, платежи сякие, какие-нибудь кредитноты, возвраты, еще чего-нибудь, и не больше это и остались. А вот логика управления всем этим хозяйством, она начала витвиться, потому что мы включаем туда все больше и больше и больше различных бизнес-процессов. Их нужно как-то обрабатывать. Возникают проблемы по безопасности, проблемы по тому, кто использует или что, когда может делать. И, в общем, понеслось. Понеслось, что у нас начали дубрилеваться правил. У нас правила начали расти, они писались на естественном языке. Значит, читать их стало очень плохо, стало неоднозначно их трактовать. То есть, вот давний-давний, немножко упрощенный пример, как это выглядело. И там сразу вопрос, кто-то вообще спонсор, что такое удалено, что такое просмотрено. Что мы пытались сделать? Первый подход, казалось бы, если у тебя вот такое километровое правило, ну, декомпозируй его, первый раз, что ли. Это как бы… Вот мне очень нравится эта картинка. Ты думаешь, что у тебя все будет хорошо, но нет, оно просто разобьется. При этом в чем здесь, в чем сложность вот этого вот правой части, да? Когда вы разбиваете что-то, нечто большое на кучу-кучу-кучу маленького, вы сложность не просто дробите, вы ее еще и перераспределяете. У вас сложность перекладывается в связи между этими компонентами. А у нас все очень плохо в аналитике с треканием связей. Для этого нужны либо очень-очень дорогие инструменты, типа там MyBand Durs или вот чем-то типа такого, да? Либо куча-куча ручного труда, чтобы вести эти огромные матрицы трассировки и молиться, что ты нигде ничего не потерял по дороге. Следующее. Ну, старая байка. У тебя есть проблема. Добавь уровней абстракции, в чем проблема? Нет. Есть такая штука, называется протекающая абстракция. Что это такое? Когда у вас есть некоторый абстрактный слой, вам в какой-то момент приходится спускаться на уровень ниже, чтобы объяснить какие-то совсем точечные понятия. Я в аналитике вот прям красивых примеров не видел, но есть классные примеры разработки. Когда-то очень были популярны ORM-модели. То есть считалось, что программист, короче, создаст такую красивую модель, будет обращаться исключительно к кодовой модели, а что там, короче, в бате делается, его не интересует. В конечном итоге на большом проекте таки интересует. Ему все равно приходится спускаться на уровень ниже и что-то там делать, потому что медленно не получается, не оптимально. В общем, вот это все. Это вот хороший пример протекающей абстракции. С бизнес-правилами у нас происходило ровно то же самое. Любые попытки поднять уровень абстракции, договориться насчет каких-то там словарей, определений, там еще чего-нибудь, они все равно скатывались в то, что были в набор ситуаций, когда, черт возьми, мы вынуждены все равно спускаться на более низкоуровневую модель и как-то там объясняться. Значит, какие еще альтернативные решения существуют? Мы попробовали ограничить естественный язык. Собственно говоря, отсюда вообще потом пошла идея, что нам нужен DSL, мы и так этим уже занимаемся. Мы, например, запретили использовать любые отрицания, они очень плохо воспринимаются мозгами. Мы договорились об общем контексте, типа, что в системе запрещено все. Вот просто все запрещено. Любой чих, если тебе нужно что-то разрешить, ты пишешь отдельное правило на это. Это не помогло. Какие есть альтернативы DSL? Что мы смотрели? Ну, таблицы истинности, они же таблицы решения. Это первое, что вообще приходит на ум. Почему это может не работать? То есть, если вы помните таблицу истинности, это перебор всех возможных вариантов и комбинаций. Наши достаточно простые правила могли содержать в себе, например, 11 подвыражений. 2 в 11 степени — это 2048 строк. Это немножко перебор, чтобы управлять это все в ручном режиме. С таблицами решений ситуация принципиально не меняется. Они получаются просто огромные на экран. Их очень тяжело обозревать. Следующий вариант — деревья решений. Ну, почему нет? Confluence не поддерживает деревья решений. От слова совсем. Редактировать их в каком-то встроенном графическом редакторе — это место филиала ВАДА. Что у нас еще? Мы пробовали экзотику. Пустились все тяжкие. Кто-нибудь гуглил когда-нибудь вот эту фиговину? Я тоже про нее не знал, но не от хорошей жизни нашел. Это сугубо математическая нотация записи программного обеспечения. Такой суровый академический инструмент, разработан очень умными людьми. Утверждается, что любую программу можно написать вот в этой штуке. И в чем проблема? Ну, у нас Крудовское приложение. Пардон, у нас куча базы данных, куча данных. Все бизнес-логики опираются на эти данные. Очень тяжело вот это вот здесь вот отображать. Практически невозможно, не считаемо. Плюс, когда бизнес видит вот что-то типа вот такого, они не очень от этого счастливы. Я немножко поспойлерю. От DSL они тоже были не очень счастливы, но здесь счастья было еще меньше. Decision Model, он же Decision Framework. Это действительно достойная альтернатива, почему у нас здесь есть пропуски. То есть мы можем в семействах правил прямо говорить, да, чихать мы вот в этом случае хотели, что там у Person Student Loans. Это пример из книжки как раз Business Logic Framework Барбара Фон Хейл. Хорошая книжка, кстати. В чем проблема? Ну, как и с таблицами решений, да, у нас здесь все завязано на колонке, мы пытаемся добавить новые условия, нам нужно пересмотреть абсолютно весь набор, и иногда таблица менялась полностью до неузнаваемости. А это значит, что тестировщики выкидывали нафиг все свои тест-планы и писали все с нуля. В общем, они не очень радуются этому. И до сих пор у нас осталось одно место, мы экспериментировали с этими таблицами, у нас одно место спецификации до сих пор описано вот через эти таблицы, и на каждой регрессии поднимается вой плач о том, что, блин, ну, перепишите уже это, пожалуйста, ну, невозможно же. Значит, образ решения, образ наших требований к языку, и чего я рекомендую первым шагом вообще делать, когда вы влезаете во всю эту историю, понять, зачем вам это надо, да, и что вы хотите от него получить. Мы искали кратную компактную запись, которая бы подошла для большего количества всех наших бизнес-правил. Мы очень хотели записывать финансовые формулы, желательно без лотеха, желательно, чтобы это мог прочитать кто-то, кроме бизнес-аналитика и лидов. Нам очень хотелось, чтобы очень сложные правила вмещались на полэкрана, а то и меньше. Нам очень хотелось легкость изменения, типа там, зашел по правилу, не приходя в сознание. Нам очень хотелось, чтобы наш родной конфлюенс таки понимал, что мы от него хотим. Ну, чтобы команда потенциально могла войти во всю эту историю, а не только человек, который пришел, такой, «Эй, у нас теперь будет DSL». Что такое DSL? Иди отсюда, нечистый, и святой водой покрапили. И очень хотелось наличие практики за пределами компании и команды. Вот почему Z-нотацию, в том числе, мы послали куда подальше, как бы попытка погуглить какие-то доклады, книжки, еще чего-нибудь о том, ну, как это впродято использовать, простите, господи. Пустота. В чем еще фишка формальных языков, которые вы делаете сами, вы можете очень гибко настраивать нужный вам уровень формализма и говорить о том, что вот здесь вот мы как бы немножко отступаем от нотации, ну, это, короче, все нормально, все как бы общий контекст, все понимают, да, а здесь наоборот мы все жестко, все по хардкору, строго по спецификации. Итак, домен. Области применения DSL, вторым шагом, то, что вы делаете, вы определяете область его применимости, то есть для чего он вам нужен. Они могут быть очень разные. Может быть, вы хотите как-то упростить автотесты, может, вы, как мы, хотите написать кучу-кучу бизнес-логики и успокоиться на этом. Может, вам нужны расчеты, может, вам нужны алгоритмы, может, вам нужна высокоуровневая API для какой-то системы, для того, чтобы разработка шла быстрее, это как бы все up to you. В нашем случае мы хотели внешний неиспользуемый язык для устранения неоднозначности естественного языка, сокращения записи и чтобы это все умело в наши данные. Вторым большим шагом — это аудитория. Аудитория — это вот второй капец какой важный аспект создания, потому что это то, кто будет пользоваться вашим языком. И, соответственно, эти люди задают бэкграунд, и эти люди задают, что вы вообще можете написать. Если это сугубо хардкорные технические специалисты, которые, не знаю, в своем области на ассемблере лобали, это одна история. Если вам нужно разговаривать, не знаю, с врачами, которые просто продвинутые пользователи, это будет совсем другая история. Второй очень важный шаг — это семантическая модель. Значит, что такое семантическая модель? Язык, в отличие от языков общего назначения, когда разработчики садятся и такие кодят все с нуля. Вот у них есть этот инструмент, язык программирования, и они полностью создают весь свой контекст. У нас такой возможности не должно быть, потому что это возводит просто до космических цифр стоимость разработки и поддержки такого языка. Как отсюда люди выкручиваются, они создают семантическую модель. Это некоторый общий контекст, в рамках которого все, что вы напишите на языке, будет выполняться или читаться. Это может быть просто какие-то соотношения сущностей, которые вы указываете, говорить, вот у нас в системе оно примерно так есть, примерно так соотносится, и когда мы пишем на языке, мы просто как бы упоминаем уже умеющиеся. Это может быть какие-то специфические дополнительные правила, это может быть некоторые значения по умолчанию, в общем, что угодно для того, чтобы задать некоторый общий контекст существования. Ну, кто имел опыт разработки, это типа глобальных переменных. Структура языка на самом деле не так важна. Здесь я вот перевожу такой краеугольный корень практически всего, что вы можете найти в интернете. Это выражение, которое может состоять из литераров, оперантов, операторов. В общем, об этом всем нужно подумать. Операторов бывает много, разных. Здесь список далеко не полный. Вы можете придумывать свои собственные. Вам, в общем-то, просто нужно составить список операций и то, над чем вы будете проводить, а после этого можете таскать их откуда угодно, придумывать из головы. В общем, фантазии нет предела. Следующий пункт — это приоритеты и порядок чтения. Здесь все очень сильно зависит от того, насколько вы делаете всю эту историю формально. Если вы начинаете с того, что вам просто, ну, как нам в 2016 году хочется требования записать чуть более формальным языком и опускаясь на достаточно низкий системный уровень, то вот придется таки заморочиться с порядком выполнения, порядком чтения, потому что это все очень важно, нужно, и от этого напрямую будет зависеть результат. Если вы пишете на чем-то типа а-ля Геркина, и вам нужно просто там, скажем, пользователь заходит туда, делает вот это, потом ему что-нибудь высыпается отсюда, и он счастливо и довольный уходит. Вам это все нафиг не надо. Это далекий-далекий космос, и не тратить на это время. Можно вводить любые другие элементы из существующих языков программирования, хоть из Паскаля, которым, я уверен, в школе многие что-то на информатике делали когда-то. Ради бога, пожалуйста, если оно облегчает, то ради чего вы создаете этот язык, you're welcome. Еще пару слов о бэкграунде. Если среди ваших стейкхолдеров этого языка хочет оказаться команда разработки, очень полезно их сразу таскать на сессии бредшторминга. Прямо сразу. Почему? Эти люди, они прошаренные по синтаксису, гораздо прошаренные от аналитика, и они могут, во-первых, если они сами приложат руку к языку, вы снимете сопротивление раз, вы уменьшите порядок входа и стоимости этой истории 2, потому что ребята сами выработали, сами используют, не надо никого погружать, у вас все готово. Плюс есть такая очень хорошая штука, кто вот слышал такое слово парадигма, там ООП, ФП, вот эти вот истории. Хорошо, давайте я поясню, рук мало. Объектно-ориентированная парадигма говорит о том, что у нас вот есть объекты, и мы вертимся сугубо вокруг объекта. Домейн-дривен-девелопмент возводит это вообще в абсолют и говорит, что у нас есть бизнес-объекты, и вот там вот есть контекст, границы, все остальное, все остальное. Все, что делает классический ООП, это вообще от лука, мы должны смотреть сугубо на бизнес. Функциональное программирование говорит, подождите, так оно ни хрена не работает, должно быть все по-другому, у нас есть некоторые данные, у нас есть функция от этих данных, вот все, да, и все строится на функциях. Соотнесение с архитектурой решения просто поможет вам наступать на меньшее количество граблей и собирать меньше шишек. Если у вас приложение подделено на микросервис, это должно быть как-то учтено в языке, что у вас очень-очень много коммуникаций, и вам нужно придумать какие-то конструкции в языке, которые позволят эти коммуникации очень быстро, кратко и емко описывать. Если у вас единый большой монолит, и вам все равно, что там у него внутри происходит, мы не тратим на это время, мы акцентируемся на чем-то другом. Инфраструктура. Работать без редакторов и всяких систем контроля версий можно. Мы, кстати, до сих пор по большому счету работаем, но больно. Если есть возможность, лучше про это сразу подумать. Обязательно, поскольку вы создаете новые артефакты, создаете новый инструмент на проекте, вы понимаете, что это достаточно дорого, вам нужно подумать, как вы это все строите в вашей процессе разработки, и в том числе работы с требованиями, если мы говорим про специфицирование. Где оно будет лежать, кем оно будет редактироваться, как оно будет трейситься, будет оно отдельно со всеми требованиями или нет. Если мы говорим про какие-то печатные документы, это приложение, не приложение, ссылки, нумерация, эдишники, вот это все, оно здесь должно лежать. Как это сделать организационно? Вы ищите два примера. Ну или хотя бы два примера, это минимум, лучше найти две группы однородных примеров. Первый — это типовой. Типовой — это то, что вы будете писать на языке 90% времени. Какая-нибудь очень простая формула, не знаю, очень простой тест-кейс, очень простое что-нибудь. Что-нибудь, что вот приходит первым на ум, при слове, это типовой случай. Второе — это крайний случай. С крайним случаем можно работать двумя путями. Первое — вы говорите, это граница применимости, мы никогда так не делаем. Вот то, что мы обозначили как крайний случай, это за сколпом нашего языка, если мы такое встречаемся, мы это обрабатываем как-то по-другому. Как? И договариваетесь, как. Второе — вы можете на нем тестировать вот как раз свой собственный инструмент, говоря о том, что ну вот давайте посмотрим, как вот на этой монструозной штуке оно будет выглядеть. Оно вообще поможет ей или не поможет? Потому что когда все просто, все просто. Когда все просто, ничего вообще не надо изобретать. Хватит бумажки и салфетки. На сессиях брашторминга как раз проще идти от частного к общему. То есть вот вы нашли эти примеры, закидываете их на сессию и дальше говорите, ребята, отлично, как нам это формализовать, какие вы здесь видите подводные камни, давайте, короче, вот эти идеи, оценки. В общем, я не буду сейчас рассказывать про брашторминг. Дальше. После того, как вы это все сделали, запустили в продакшн, уйдет несколько сессий. У нас, давайте так, чтобы в воздухе сильно не висело, календарно у нас это заняло примерно полтора месяца, но это были не человек часы, это вот именно календарное время. У нас прошло примерно 4 сессии брашторминга, примерно 2-3 часа каждый, плюс там несколько итераций проб, когда мы это переписывали и смотрели, получается, не получается, работает, не работает. Дальше, если история проживается, если вы видите, что вам от всего этого матана есть хоть какая-то польза, и вы готовы дальше сюда вкладываться, развиваться одновременно в двух направлениях. Первое — это мощность самого языка. Скорее всего, вам будет что-то не хватать. Вы через пару месяцев такие, блин, вот я вот это вот пишу постоянно, давайте мы что-нибудь сделаем, чтобы оно покороче было. Я задолбался. Второе — это процент покрытия. Вы не можете делать упор только сюда или только сюда, просто потому что одно зависит от другого, вам придется каждый раз выбирать, чем заниматься. Значит, следующее — вам придется написать спецификацию до спецификации. Здесь не надо вчитываться, это скриншоты из нашего конфлюенса. Значит, здесь что есть принципиально? Здесь есть какая-то инструкция, есть пример ее использования, пример результата, ну и там какие-то граничные условия, как оно себя поведет, если что. Зачем вам нужна спецификация? Через полгода, да, через полгода вы наткнетесь на какую-нибудь очень-очень редкую инструкцию, которую вы написали, потому что я задолбался это писать сколько можно, и возникнет вопрос, а как она работает? Ну, как бы, какой формат вызова я должен использовать или какой правильный синтаксис этой работы? Это некоторый такой арбитр, который закрепит все, что вы закоммититесь со своими пользователями языка, там с командой, с бизнесом, кто у вас там это будет, да, и сможете использовать. И это еще классно работает на анбординг. То есть у нас в проекте реально приходит новый человек, ему говорят, так, у нас все написано на BRWang, и спека лежит вот там, иди читай, потом придешь с вопросами. Это работает, то есть люди реально вкуливают, приходят с очень маленьким количеством вопросов, и после этого они уходят читать спецификацию уже, собственно, и читают ее однозначно. Причем джуниоры и трени читают ее однозначно. Это просто магия. Styleguide. Если работает больше двух человек, если у вас просто очень-очень много текста, вам нужно завести, здесь тоже выдержка из нашего Styleguide, как это вообще в принципе может выглядеть. Это некоторые соглашения о том, как вы вообще, что вы вообще делаете, да, зачем читаемость. Если вы хотите создать DSL для того, чтобы записать на нем одно место, это провальная история сразу, не надо так, пожалуйста, менеджер участников не будет, гарантирую. Обычно подразумевается, что у вас будут, ну, не камазы написанного, но близко к этому. А значит, единообразие, написание, оно вот прям играет на руку абсолютно всем участникам. Все понимают, все привыкли к одному и тому же оформлению. Когда мы это внедрили, как бы в качестве примеров эффектов, да, их может быть много разных. Значит, я уже сказал, что у нас джуниоры стали находить ошибки в бизнес-логике, до кого, как оно вообще попало к разработчикам. На этапе чтения спецификации этого было просто потрясающе, да. У нас пропали вопросы про, как это читать, что ты вообще имел здесь в виду. У нас упало количество багов на продакшене. У нас стал таки длиннее анбординг, потому что людям нужно погрузиться все-таки в этот язык. Есть сложные, нетривиальные конструкции, которые нужно объяснить человеку, почему ты вот здесь записан, оно вот так. Это уже не к самому языку, это просто к сложности бизнес-логики, потому что она реально сложная, иначе мы туда не заватили. Высшее требование к аналитику. Сорян. Джуниора BA вы уже на проект больше не поставите никогда. Одного, по крайней мере. Наш продуктовый мир смог читать и править. Бизнес? Нет, не очень. Через какое-то время после пары обучающих семинаров они вникли. Они смогли увидеть там то, что им нужно, но изъясняться на нем нет, и мы закоммитили, что это не проблема. Но у нас есть целый аналитик на проекте, который умеет в это писать. У нас есть команда, которая при необходимости тоже размышляет, как это можно все повернуть. Поэтому бизнесу мы просто готовим другую репрезентацию того же самого. Мы обращаем какие-то концептуальные моменты в бизнес-логике, и оно работает уже несколько лет и работает хорошо. Все течет, все меняется. Значит, у нас на текущий момент уже… Ну, тут 350, кстати, уже старая цифра, у нас уже больше. Это контекст. У нас нарушение бизнес-логики может вести к денежным потерям такого уже достаточно серьезного порядка. У нас разрослись правила в объеме, и, в общем, у нас неутешительные прогнозы по поводу того, как это вообще все будет дальше выглядеть. К концу этого года мы ждем уже не 500, там уже больше. Ну, и у нас еще бэклог примерно такой же на три года. Значит, что произошло за это время, и что вообще может произойти с языком, если вы пишете на нем низкоуровневые требования, системные требования, и отдаете их разработчикам. Особенно если вы их пишете хорошо, и они у вас такие атомарные, слабо связанные между собой, и разработчикам они очень-очень нравятся. Значит, первое, они начинают свой внутренний API приближать к вашему языку. Ну, это удобно, правильно, аналитик уже все написал. Короче, нам нужно просто взять и закодить. Лучше, лучше, мечта разработчиков копипастить, но пока не получается. Вот, но они к этому двигаются. На самом деле ребята сделали огромное количество очень классных вещей, чисто за счет того, что у нас требования написаны на DSL. Время мы недавно выпустили в прод отдельную подсистему, которая за счет того, что все очень формально и очень атомарно, умеет пользователям генерировать объяснения, что пошло не так и что им нужно сделать, чтобы они смогли сделать то, что они хотят. Сугубо такая подсистема, которая берет и анализирует набор бизнес-правил, смотрит, что из них там, какие выражения вернули, и собирает текст пользователю в интерфейс, отправляя, типа, мил человек, сделай вот это, вот это, и будет тебе счастье. Или, сорян, ты ничего здесь не можешь сделать. Тленобезосходность. Реально проблема была в степени переиспользования, потому что когда вы дробите одно правило и начинаете его везде вставлять, у нас, помните, конфлюенс. Конфлюенс нифига не умеет go to definition. Вам приходится пользоваться поиском. Все это очень медленно, пока ты, короче, ищешь по ссылкам, что ты там вообще хотел. Ты забываешь, когда ты дошел до этой ссылки. В общем, это достаточно тяжело без автоматических трассировок. Сейчас будет небольшой эксперимент. Ну, так, чтобы прочувствовали. Здесь сейчас будет проблема. В тексте потеряна круглая скобочка. Попробуйте ее найти. Поднимите руки, кто вот здесь просто круглая… Во, один человек едет, второй человек едет, третий. Во. Вы знали, какая здесь есть проблема? Теперь представьте, что вы не знаете, какая здесь есть проблема, и вам нужно это отвалидировать. Кто не нашел, скобочка вот. Дубль два. Здесь потерян знак. Ну, вот тут такой, лайковый пример. Поднимайте руки, кто видит, где что потеряно. Могу подсказать, потерянный знак равно. Ага, отлично, один есть. Вот он. Это к вопросу о том, как писать на этом, если у вас нет идеишечки, плагинов, плагинчиков, автоподстановок и валидации вот этого всего. Когда у вас объем маленький, это не проблема, это все легко находится, вычитывается, особенно, знаете, как… Вау, новая игрушка! Да, и вы готовы с ней играться долго и долго. Когда у вас уже пошел который год, что вы с этим работаете, а если вы еще пошарены между проектами, и это единственная фиговина на вашем проекте, да, это может быть очень жестко. Значит, более сложная ошибка – это ошибки использования семантических моделей. То есть есть сущности, у них определены какие-то атрибутики, у вас все это хозяйство растет, и в какой-то момент вы нафиг забываете, удаление – это статус или это флаг? Вам вот просто plain-text редакторы, я говорю confluence, но подразумеваю любой plain-text редактор или не plain-text, просто текстовый редактор, они интеллектуальные, он ничего не знает про вашу семантическую модель, он вам никогда не подскажет о том, что ты знаешь, что этого флага не существует. Я понимаю, что ты хочешь, но нет. Что можно? Значит, можно расширять стандартную библиотеку DSL, и можно вводить дополнительные функции. Там вот где-то далеко-далеко был пример про синус-косинус, но на самом деле можно этим не ограничиваться, можно вводить любые функции, которые вам нужны. Если вы увидите, что у вас постоянно повторяющаяся инструкция, можно ее схлопнуть в какую-то инструкцию языка. Вы сокращаете объем правил, легче найти ошибки, легче с ними работать. Можно договориться до уровня детальности. Здесь есть такой неприятный момент, если команда уже привыкла к тому, что вы пишете очень хорошо, много подробно, а потом сказать, что больше так не будет, может быть, очень сложно. Confluence. Вот нам повезло, у нас компания закупает огромное количество всяких разных макросов для Confluence, и, в общем-то, с ним можно жить. В том числе у нас есть специальные макросы по варнингам, макросы по ли, крослинкам, по специальным код-блокам, где можно сделать темную тему, где пробелы хорошо считываются. В общем, вот такая всякая история. Это такой лайтовый вариант, если не хочется заворачиваться с какими-то профессиональными студиями, вот можно макросами обойтись. Что еще можно сделать? Сейчас пойдет область экспериментов. Все, что было до этого, это реальный опыт. В общем, я не все могу пошарить из-за индей и таких вещей, но, в общем, вот это все реально работает, оно позволяет снять остроту проблемы или решить проблему вообще. Остальное сейчас, что было, это эксперименты. Можно возвращаться к идее словаря данных. Через какое-то время, по крайней мере, у нас, поскольку бизнес-логика на данных, мы обратили внимание, что мы, в общем-то, у нас есть такие стандартные цепочки, которые мы ходим по сущностям, примерно выбираем для многих правил одно и то же, почему бы не вести некоторые тезауру с данных и говорить, что у нас там, я не знаю, отклоненный счет. Отклоненный счет — это. И вот эту длиннющую портянку, что это такое, зафигачить один раз, а дальше использовать, ну, просто как тип бендоним. Такие декомпозиции. Ее можно, но будет сложно. Мы уже обсуждали, почему. Оптимизация логических функций. Значит, если ваш DSL — это не пошаговое выполнение, которое вы просто описываете, а это именно принятие решения о чем-то, чем-то там, можно попробовать поиграть в сокращения. Значит, по этому поисковому запросу Google выдает вот это. Значит, мы консультировались с математиком из, дай бог не соврать, Московский, санкт-петербургский военный институт. Он это все посмотрел как примерно на картинку с микросервисами и сказал, что это сугубо экономический инструмент, у него очень большая вычислимость, и если вы его автоматизируете, в общем, вы просто повесьте свои сервера, и ничего хорошего у вас не будет. Значит, его предложение было в полиноме Жигалкина, оно реально работает. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Значит, плюс оно работает. Минус автоматизация стоит несколько тысяч долларов. И плохо интегрируется с чем-нибудь. Это такой суровый математический софт, который, знаете, не хочет ни про какие ваши джиры, конфлюенсы, сфинксы и все остальное, где у вас может лежать спецификация. И это одноразовая история. То есть каждый раз, как вы поменяли текст исходного правила, вам придется заново оптимизировать, и это все полностью меняет, и, в общем, короче, вообще не факт, что у вас получится снова получить какую-то краткую форму. Можно вводить синтаксический сахар. Значит, что такое синтаксический сахар? Вот эту вот маленькую конструкцию мы пишем практически везде. То есть наше наблюдение за тем, как мы сами используем наш язык, мы заметили, что вот это практически константа. Почему бы нам написать вот так? Почему бы нам не ввести, опять же, помните, мы обсуждали семантическую модель, общий контекст выполнения и так далее. Почему бы нам не сказать, что у всех сущностей, где есть какая-то такая аналогичная фиговина, она вот по умолчанию ноль и все, если отдельно не оговорено что-нибудь. Отдельно что-нибудь — это вот пример нетипового написания. То есть вот это вот встречается достаточно редко, и тут, возможно, всякие разные варианты, ну и, соответственно, мы здесь оговариваем что-то такое. Хардкор. Исполняемый DSL. Можно играться разными уровнями, можно остановиться на парсель-лектере. Что это такое? Он возьмет ваш текст, возьмет вашу семантическую модель, распарсит это все и скажет, я нашел, я не нашел. У тебя здесь пропущено равно, здесь ты сделал опечатку, здесь, короче, такого атрибута не существует. Ну, в общем, вот это оно умеет. Следующий этап — это построение абстрактно-синтактического дерева. Он сможет проверить, что то, что вы написали, оно потенциально вообще вычислимо и коллектно с точки зрения вычислимости. Да, маленькое замечание, чем вниз, тем дороже и дороже оно примерно вот так вот. Ну и последнее — это, собственно, интерфейтатор, который может брать ваш текст и получать какой-то исполняемый байт-код, либо комментировать это в код какого-то другого языка и выполнять это. Чтобы во все это играться, придумали инструменты, много разных. На самом деле, значит, я хочу начать с Antle. Это большая тяжелая промышленная штука. Ей пользуются, например, Oracle и NetBeans. Они вот там где-то внутри парсят что-то с помощью нее. Это генератор парсеров. То есть это генератор, который по специально засунутым внутрь спецификациям сделает вам другой генератор, который сможет… другой парсер, который сможет что-то понимать про ваш язык. Ваша команда явно на чем-то пишет. Если не пишет, то я не понимаю, о чем мы здесь разговариваем. Почти в каждом языке есть какие-то пакеты для парсинга. Я здесь привел пакеты для питона, потому что мне нравится питон. Я с ним сам работаю в позиции Data Science. Ну, в общем, эти ребята с разной степенью мозговомности, но тоже умеют делать парсинг языка. И там можно даже какие-то проверки без АСТ на них реализовать. Мы строили прототипы. У нас, в принципе, оно работало. MPS JetBrains. Metaprogramming Systems. JetBrains, кто-нибудь знает компанию? JetBrains, знаете. Значит, бесплатный инструмент. Я за ним слежу уже примерно полтора года. Мы общались в том числе с командой разработки по нашему вопросу. Они нам делали маленький прототипчик. В общем, мы с ним в ВКонтакте. В принципе, хороший инструмент, напрочь ломает мозг, потому что там своя парадигма разработки этого языка. И да, на нем можно сделать что угодно, в том числе графические языки, табличные языки. В общем, там, если демки посмотреть, там просто какая-то магия творится внутри. Но безумно высокий порог входа. За полтора года ребята сильно поработали со своей внутренней документацией, с фасттреком и вот этим вот всем стало попроще. Но все еще очень дорого, чтобы… Ну, знаете, как? Я хочу попробовать новый инструмент. Я что? Я хочу взять, сделать и часов за 20 понять, оно будет проще работать у меня или нет. А здесь вы часов 40 потратите только для того, чтобы вообще разобраться, что это такое. То есть пока очень тяжело. Они работают над этим. Значит, и второй большой минус инструмента, он основан на Java, и предполагается, что вы либо умеете в Java, либо готовы освоить Java, и там все на джавовских классах. Если вы, как я, в Java только… Ну, это такая, знаете, чашечка, вот Java называется. Будет безумно тяжело, плюс у них внутренний свой собственный DSL для описания того, чего вы хотите написать. В общем, это все играет против инструмента на тех пор. Но безумство храбро поем на песню, почему нет? Значит, ну и последнее, кажется, это IDE. Значит, можно взять какую-нибудь разработческую студию и налепить свой собственный плагинчик. Stack Overflow знает прецеденты. Мы находили, по крайней мере, Eclipse в это умеет. Потенциально в это имеет новомодное Atom.io. Вроде бы там для Visual Studio Code что-то можно замутить. Но, опять же, это такая, знаете, вот если все, что предыдущее, это, в общем-то, проторенные дорожки, куча народа ими уже сходила, и там все примерно понятно, есть книжки про это написаны, можно почитать, просветиться, есть у кого спросить, то вот здесь как бы вы гуглите, у вас там условных три ссылки, и это примерно, ну, тебе на север. Как далеко, не знаю, и что-то будет тоже. Значит, еще, использовать языки, которые позволяют себя либо как-то кастомизировать, либо использовать такой прослой, написать какую-то маленькую прослойочку между вашим собственным языком, то есть заморочиться немножко с парсером, но не делать свой собственный интерпретатор, а как бы перекидывать это в какой-то из существующих языков. Мы здесь упорно работали с Haskell и F-Sharp, потому что функциональная парадигма, она очень классно ложится на декоративность. Все наши требования, они не декоративны. Вы приходите всем новичкам, сразу объясняете, ты не должен написать, как ты должен написать, что. Функциональная парадигма, она очень классно как раз ложится, она говорит, что ты объясни, что ты хочешь, а там компьютер как-нибудь сам сообразит. В этом можно играться, это тоже реально работает. Вопрос интеграции вместе со всеми остальными артефактами. То есть как только мы начинаем говорить вообще про весь этот набор, у нас сразу уколом встает, отлично, оно в лаборатории работает нормально, на наших примерах оно работает нормально, как мы это интегрировать будем. И какая цена интеграции, какая цена поддержки и работы с этим. Цена такая немаленькая получается. Что можно, ради чего вообще лезть во все это? Значит, можно получить автоматическую верификацию спецификации. Потому что у вас все формально, у вас все вычисляемо, у вас почему бы не написать на это тесты, например. У вас будет очень дорогой онбординг. По крайней мере, очень дорогой онбординг держателя всей этой истории, потому что кто-то отвечает за это все, и того, кто пишет на нем. Меньше у того, кто читает. Про аналитика понятно, да. И доп. расходы на инфраструктуру. У меня все. Спасибо. Спасибо. Спасибо за доклад. Было очень интересно послушать. Реально заморочились. Это видно. Не то слово. Такой вопрос. Когда вы прорабатывали разные варианты, по какой причине вы отказали движкам исполнения бизнес-правил готовым, которые в том числе бывают открытые и бесплатные, и по идее, по задумке, должны исключить разработчиков из этого процесса и сразу предоставить готовый результат. Спасибо. Да. Значит, движки бизнес-правил. У нас, во-первых, когда мы все это начали, это было не так, что, короче, вот мы начинаем одновременно DSL и одновременно начинаем разработку систем. Нет. У нас была, короче, уже сделана куча разработки и специфицирования накопились проблемы, которые мы решили через сначала не исполняемый DSL, ну а сейчас мы потихоньку повышаем степень формализации и, в общем, уже идет разговор о том, что давайте, короче, сделаем уже подсистему, которая будет это все прям там ранить. Это первый вопрос. Второй. Короче, так получается, что вот продать менеджменту маленький Investigate по кусочкам намного проще, чем продать отдельный инструмент с раннером правил, переписывание системами, интеграция. И плюс еще есть корпоративная парадигма о том, что DataArt, если предпочитает писать свои собственные системы самостоятельно, а не заимствовать их извне, ну, если видит в этом необходимость, обычно видит. У нас очень много внутри понаписано своего, но и на масштабах кампании на самом деле это оправдывается. Мне тут сказали, что у нас вышло время. Я предлагаю сделать очень простую вещь. Я предлагаю сейчас всем переместиться в коридор к какому-нибудь флипчарту и общаться просто неограниченно долго. Если что, презентация у меня есть на MacBook. Мы к слайдам вернемся. Спасибо. Кто-то задавал вопрос, подойдите. Тут книжечка там сидела. Спасибо. 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 Спасибо.